МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши корреспонденты подчеркнули себя лучшей ситуацией в регионе. 75 годов тут ротуются жители. Гомельская областная клиническая больница означает свой юбилей. А сейчас об этом иншим больше подробно. От усместения промкооперации до запуска суместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Это одна из домовленностей, досягнутых по выниках встречи у Нур-Султана президентами Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко и Касым Жомар Такаю провели серию переговоров. Были ознашены добрые перспективы в плане экономичного супрацовниства. Товарооборот Беларуси и Казахстана наблизился до миллиарда долларов. И Украина есть усе махшимости, чтобы стотно повелишить лишь бы. Наша краина оказывает Казахстану допомогу в масштабных проектах, например, в программах развития промысловости и АПК. На рынку представлена широкая линейка бренда у беларуского автопрама. Миновата тому, краины вызначили промысловую кооперацию приоритетам экономичного супрацовництва. Уровень беларусско-казахстанских отношений сегодня в полной мере соответствует стратегическим интересам наших стран. Это результат кропотливой многолетней работы, которая позволяет строить серьезные планы на будущее. Минском и Нурсултаном наработан положительный опыт взаимодействия на всех уровнях. А степень доверия такова, что мы открыто и откровенно обсуждаем любые вопросы. Хорошую основу для масштабного сотрудничества создают схожесть приоритетов социально-экономического развития и взаимное стремление укреплять реальный сектор экономики. Поэтому сегодня мы уже сделали особый акцент на решении диалога именно в экономической сфере, потому что других проблемных вопросов в Министерстве политики, военно-технического сотрудничества, дипломатии у нас практически нет. Наши взгляды на основные проблемные вопросы международной повестки дня однотипны или схожи. Теперь важно не просто заховать темп относин, а ли поскориться по многих напрамках. Наруне с промысловой кооперацией краины домовились нарушивать супрацовництво и в инших галинах экономики – сельской господарцы, транспорте и логистицы. Беларусь и Казахстан уже давно сильно прасуют у сферы высоких технологий. Одна из наших IT-компаний пошла в створение системы безопасности у резиденции премьера Казахстана. Еще одна прасовывает в Казахстане проекты по укоронению автоматизованной системы контролю проезду. Наступным кроком личного супрацовництва станет запуск суместного венчурного фонда для поддержки стартапов. Обнарково-Лесене и мощимость поставок казахстанской нафты у Беларусь. Традиционно нас интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты и многое другое. Как вы знаете, Беларусь уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти. Поэтому мы заинтересованы в импорте этого сырья из вашей страны. Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанская нефть, будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся. Мы подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии Евразийского экономического союза и активном использовании преимуществ от участия в нем наших стран. Выразили готовность продолжать совместную работу по обеспечению на пространстве ЕАЭС равных условий субъектам хозяйствования, устранению барьеров и ограничений торговли, проведению согласованной промышленной политики, а также созданию общих рынков энергоносителей. В заключении хотел бы подчеркнуть, переговоры прошли в абсолютно дружелюбной атмосфере, имели деловой доверительный характер, иначе и быть не могло с вашим президентом. Дорогой Касанаке, еще раз хочу поблагодарить вас за конструктивный подход на этой встрече и готовность приложить все усилия на благо наших стран и народов. А казахстанскому народу хочу сказать, что вы правильно сделали, что связались с белорусами. Мы люди обязательно никогда никого не подводили и вас тоже никогда не подведем. Знаете, что там в центре Европы есть и ваша земля. После переговора у президента приняли суместную заяву, где адлюстрованы приоритетные моменты супрацовничества на перспективу. А кроме того, подписано 6 погоднений по межкраинам. Например, у Рады домовились сильнее супрацовничать уголение эмиграции. У Министерства замежных справ заявился план взаимодействия на ближайшие пару годов. Суместно працовать станут и Следующий комитет Беларуси и Енпрокуратура Казахстана. Наш президент запросил Касыма Жомарта Такаева наведать с официальным визитом Беларуси в наступном годе. Это максимум проконтролировать выполнение сегодняшних домовленностей и выполнение подписанных в Нур-Султане погоднений. В рамках Дня информования насильства сегодня Гомельскую область наведал вице-премьер Беларуси Владимир Кухаров. Но только с встречами и коллективами предприемства на этот раз поездка не обмеживалась. У все подробностей у наших корреспондентов. Сегодня Гомельский завод-коммунальник – один из буйнейших вытворцев широкого ассортимента обсталявания для жилево-коммунальных господарков. Пришим не только Беларуси. Его продукция поставляется так само в Украину и Россию. Подчас наведывания предприемства вице-премьера Владимира Кухарова знаменит с планами. Всю лето объемы вытворчести продукции повинны перевысить 9 миллионов рублей. Это самый высокий, покаженных за опушные пять годов. Не в опушную шаргу это связано с освоением новой продукции. Поскольку у нас на заводе есть собственное проектное, конструкторские подразделения, мы проектируем и изготавливаем котельное под ключ. Предприятие не стоит на месте, мы осваиваем новое направление – производство линий по мусоросортировке. Совместно с лесной отраслью осваиваем производство пилетных заводов. Сконструированный на Гомельском коммунальнику смеется сортировочный завод, дарыша уже працуя у Витебску. Что тышится заводов по выпуску пилет, то в ближайшей перспективе яны повинны открыться у Калинковичах и Мазыры. Подчас встречи с працованным коллективом, вице-премьер Владимир Кухаров намагание по освоению новой продукции витает. Але про это звертает увагу. После запуска Белорусской атомной станции теплозабеспечения жилых домов будет переводиться на электроэнергию. А это значит, что потребуется ответное обстановление в значенных объемах. Гомельский коммунальник может найти тут свою нишу. На коммунальнике надо отрабатывать эти технологии, для того, чтобы мы могли предложить как и для населения, так и для промышленных предприятий оборудование, которое будет использоваться на электрическом энергии. По часу визиту, вице-премьер Владимир Кухаров каже, что свои проблемы есть у каждого города. Головные, насколько эффективные, они выражаются. У Гомеля это отримывается крыг лучше, чем у других областных центров Украины. Подсвержение чему уручение города вымпило переможцы, республиканского огляда санитарного стану и доброе упорядкование населенных пунктов Беларуси. За последние 8 лет Гомель отримывает такую зногороду в пятый раз. Это комплексные задачи, которые позволяют системно решать проблемы и делать наши города еще более красивыми, более удобными для проживания. Поэтому в ходе этого конкурса очень много различных направлений, которые оцениваются. Там нет какого-то одного критерия, а здесь комплексный подход, который охватывает и вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, работу с населением. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня в ходе рабочей поездки в Гомельскую область старшиня комитета дзержконтролю Беларуси Леонид Анфимов ознайомился с реализацией инвестпроектов на территории Доброжского района. Первая кропка визиту – паперовая фабрика «Герой працы», холдинга «Беларусские шпалеры». Сегодня, не глядяши на 95-процентную готовность, вытворшись милованных и немилованных видов кордона, простоевая. У проекта укладено 265 миллионов долларов США. За шматлики взрыва у термина выполнения работы в минулом году был скосованный договор с генеральным подрядчиком. На даденый момент особистых сродков на завершение будовництва и запуск вытворчасти у холдинга «Няма». Как закончить инвестпроект, потребуется 83 миллионы долларов. Разглядается пытание протягнения бюджетной пазыки. У меня, допустим, осталось такое двоякое впечатление от этого предприятия, от посещения его. С одной стороны, гордость за страну, что мы реализуем такие масштабные проекты, и нам они под силу. А с другой стороны, немного удручающе, потому что пока это памятник. Он, к сожалению, не работает. А вы знаете, пока он не работает, каждый год мы завозим в страну на больше чем 100 миллионов долларов продукции, которую он должен выпускать из-за рубежа. И мало того, что завозим, он мог бы еще заместить вот это импортозамещение сделать и выпускать продукцию, которая пошла бы половина всего произведенного объема на экспорт, то есть заработать еще в стране валюту. Поэтому сейчас на рассмотрение главы государства вносится проект указов, в соответствии с которым будут определены источники финансирования для окончания этого проекта. Президентам поручено Комитету государственного контроля проверить обоснованность запрашиваемых сумм. Другая кропка визиту – Добрыжский фарфоровый завод. На предприемстве полностью модернизованы один из основных этапов выработки продукции – опаливания. Укранены сушастные технологии на вытворшисти фарфоровых выработок. В уголе за последние два года тут реализовали одразу неколькие инвестпроектов по замене обсталявания на автоматизованное. Завтра в Беларуси продают шарговые промоэлинии мясовых органов улады. У Гомельске Мабл-выконками из вороты грамадян будет принимать наместник старшины Андрей Конюшка. Номер телефона у Гомеля – 33 12 37. Промоэлинии просуют с 9 до 12 годин. У ГТШ на соведе будет наместник старшины Гомельска Агар-выконками Виталь Атаманчук. Номер телефона промоэлинии – 51 19 54. У Беларуси протягивается перепис насельництва. Его выники станут свядомы после 30-го Кострышника, когда кампания завершится. Сегодня наши корреспонденты наведали некольких участков, где потекали себя гудшей ситуацией. Советский район Гомеля – стационарный участок номер 4. У Списи больше 9 300 адресов, по яких необходно провести перепис. Некто прошел его праз интернет, некто – по месту працы. Переписчики кажут, что самая великая колькость людей для проведения перепису непосредственно на участку приходит в пятницу и в первой половине дня в субботу. Хоть это не значит, что в остатный час помешкание пустое. Пришим тут примут людей навод за хвилину до официйного закрытия участка. И он дальше працует с 9 до 20 годин без переписов и выходных. Даже если человек приходит, респондент, без 5-8, без 1 минуты, мы все равно принимаем его и опрашиваем согласно анкеты по переписи, независимо от того, во сколько и какой объем занимает его информация. В эти дни основная работа переписчиков связана с наведыванием людей по месту жихарства. У каждого из них на планшете адресы тех, кто еще не принял уделу перепису. Проблема в том, что до некоторых доводится приходить по некольки разов и все равно застать человека на месту отримливается не за уседы. Некто махчимо еще не вернулся с дачи, в первую очередь это тысячи пенсионеров. Некто находится на праце. По этой причине переписчики отдают перевагу наведыванию квартир и домовладания в вечерний час. Наши переписчики сейчас в основном совершают обход в вечернее время, потому что это как раз то время, когда человека можно застать дома. Люди приходят с работы, и в это время переписчики приходят для того, чтобы их переписать. Кого не застали дома, людям оставляют уведомления, с тем, чтобы человек перезвонил либо нам на прямую линию, либо переписчику и уточнил время, когда человек будет дома. Олег Сенчуров, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель». 75 годов тут и ратуют жители. Гомельская областная клиническая больница означает свой юбилей. Угонар свято сегодня в установе пройшел расистый сход для супрацовников и гоноровых гостей. История областной больницы пошелась в 1944-м в развод после вызволения Гомеля от фашистских захопников. И она была различена на 225 ложков. Сегодня это буйнейший в регионе шмат-профильный стационар, который оказывает медицинскую допомогу жахарам Беларуси и замежным гражданам. Сейчас в установе работают 380 урадшоу и 750 человек среднего медицинского персонала. Что вот, они допомагают 200 тысячам пациентов. Каждый день тут проводятся около 30 операций. А про шатагоц в этот год на базе областной больницы пошли оказывать новые виды медицинской допомоги. Тут открылись хирургичные таракальные и аллергологичные отделения. На свято приехали керамнисты в области и города, архиепископ Гомельский Жлобинский Стяфан, старшиня областной организации Союза Жанчин Алина Клешковская и многие иншие. Они повиншовали супрацовников и ветеранов працы и ручили им гоноровые грамоты, подяги и нагрудные знаки выдатника ховы здоровья. Начинала свою работу операционной сестрой, проработала более 10 лет там и на данный момент старшая эндоскопия. Коллектив наш очень сплощенный, молодой. Я очень благодарна администрации больницы, коллективу больницы. За последнее время многое изменилось. И хочу поздравить коллектив больницы нашу с 75-летием больницы, пожелать всех благ, здравия и всего-всего самого хорошего. Одним из самых приемных подарков стал сертификат на легковой автомобиль медицинской допомоги от областного виконавшего комитета. Эти и другие новины вы можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресе www.cvergomil.by. На этом выпуске завершено. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Сегодня около 10 утра в Пуховическом районе маршрутка сообщения «Минск-Мозырь» врезалась в грузовик. В салоне находились 16 пассажиров. ДТП произошло перед пешеходным переходом. Как сообщает телеграм-канал официального представителя МВД Беларуси, тягач остановился, чтобы пропустить людей. Из-за сильного тумана водитель маршрутки не заметил авто и врезался в полуприцеп. В аварии пострадали 8 человек – водитель и пассажиры. На месте ДТП работают представители МВД, Следственного комитета, МЧС и скорой медицинской помощи. ГАИ тем временем предупреждает. Туман сохранится на дорогах Гомельской области и других соседних регионов Беларуси и завтра. На некоторых участках видимость не будет превышать 10 метров. Автолюбителям следует включить противотуманные фары, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и воздержаться от обгонов транспортных средств. А пешеходам, в свою очередь, быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. Вынесен приговор обвиняемым по делу о кокаине в вине. Они растворяли наркотик в бутылках со спиртным и таким образом переправляли его из Доминиканы в Россию. На скамье подсудимых оказались два жителя Гомельского района. Они приезжали на популярный курорт как туристы и получали там товар. В их функции входило перемещение наркотика через границу. Задержали курьеров на территории Беларуси в пункте таможенного оформления «Новая Гута». Во время досмотра багажа у них изъяли две бутылки вина. Экспертиза показала, что в них растворен кокаин. Он легко выпаривается из жидкости. Суд приговорил мужчин к 16 и 11 годам лишения свободы в колониях особого и строгого режима. Расследование шло больше года. Установлено, что эту схему проворачивала международная организованная преступная группа. Еще трое курьеров задержаны в Германии. Остальные, в том числе организатор наркоканала, под следствием в России. Обнаружены две пропавшие гомельские девушки. Оперативники уголовного розыска УВД Гомельского облсполкома при содействии полиции России нашли их в Новозыпкове. Ценную информацию предоставили родственники без вести пропавших. Как сообщалось, в розыске находились Екатерина Олеговна Баркова, 2003 года рождения, и 17-летняя Наталья Евгеньевна Буркова. 14 октября вместе со знакомым они уехали на белом авто в неизвестном направлении. Сотрудникам уголовного розыска понадобилось 9 дней, чтобы отыскать за границей без вести пропавших гомельчанок. В Реческом районе на берегу Днепра найден мертвым 36-летний мужчина. Информацию разместил телеграм-канал Следственного комитета. Местный рыбак обнаружил человека, висящего в петле. Следствие установило, это был 36-летний сотрудник милиции из Речицы. На службе мужчина характеризовался положительно. Предварительно установлено, что он покончил жизнь самоубийством на фоне сильных переживаний в связи со смертью отца, который скончался после болезни. Уточняется в сообщении. Реческий районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства происшествия. Следователи опросили родственников и коллег мужчины назначенной экспертизы. На различных интернет-ресурсах распространяется информация об обстоятельствах смерти сотрудника милиции, которая не подтверждается материалами, имеющимися в распоряжении следствия. Подчеркивают в Следственном комитете. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Дефакто. И оставайтесь на «Беларусь 4». Эфир телеканала «Беларусь 4» и «Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В хоккейном «Гомеле» кадровые перестановки. Клуб покинул вратарь Роман Бабарика. Контракт с 26-летним голкипером расторгнут по соглашению сторон. В текущем сезоне Бабарика сыграл 8 матчей за гомельскую команду, в которых пропустил 13 шайб и отразил 117 бросков. Коэффициент надежности – 3,48. К другим новостям клуба. Форвард «Гомеля» Александр Скоринов вызван в национальную сборную. При 17 сыгранных встречах в нынешнем сезоне на его счету 10 очков. В эти выходные пройдут очередные поединки 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Оба представителя Гомельской области сыграют 26 октября. Славия Мозырь отправится в гости к Слуцку, а Гомель примет на своей площадке Брестская Динамо. Начало матчей в 15.00 и 17.00 соответственно. В Могилеве прошли республиканские соревнования по мини-футболу. Участие в них принимали учащиеся учреждений профессионально-технического и среднеспециального образования. За победу боролись команды юношей со всех областей и Минска. По результатам турнира первое место у сборной Минской области. Дружина Гомельского региона заняла второе место. В Минске прошел финал республиканской школиады. В турнире участвовали сильнейшие спортсмены области – 15 мальчиков и 15 девочек. В программу соревнований вошли бег 60 метров, прыжок в длину с разбега, метание мяча, бег 800 метров для юношей и 500 метров для девочек. По итогам турнира команда Гомельской области стала бронзовым призером. В личном зачете первыми стали по программе многоборья Елизавета Иванькова, в беге на 500 метров Мария Шершнева, в метании мяча Татьяна Миронова. Всего у спортсменов области 8 медалей. Гомельчане стали вторыми на Кубке Беларуси по спортивному скалолазанию. Сборная нашей области уступила лишь представителям Минска. В индивидуальном зачете среди мужчин победил Александр Клюжев, бронза – у Ильи Талдыкина. Среди женщин третье место завоевала Арина Иванова. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.